итак с чего мы начнем ребята в этом видео я не буду рассказывать обо функционале вот этого и инк экрана если вы не знаете как он работает пожалуйста смотрите мой распаковку вот подсказках появилась есть такая вот ссылочка короче смотрите и в общем то знакомьтесь в этом видео я вам хочу показать результаты в синтетических тестах как этот девайс справляется с современными играми уступает ли он современным флагманом или не уступает да и в принципе стоит ли этот смартфон покупать как альтернативу допустим тому же сяоми redmi 3s meizu m3s и так далее потому что стоимость этого смартфона на момент записи этого видео на aliexpress составляет 130 долларов без учета кэшбэк с кэшбэком плюс-минусом можно купить долларов за 125 по моему неплохо за флагман двугодичной давности сначала хочу высказать свое мнение по поводу дисплея ребят матрица здесь amoled я сравниваю экрана в этом смартфоне и с моим samsung galaxy s7 edge и первое на что хочу обратить внимание это на белый цвет знаем что во всех супер амолед матрицах белый цвет уходит теплый оттенок но так как он уходит в этом смартфоне да не что-то грубо если допустим на своем это немножечко напрягает то здесь реально видно что это явно желтый цвет ну короче и изменить на самом деле никак нельзя никаких настроек нет дисплеек на температуру отменяем и так далее в холодный оттенок нет вот грубо говоря дисплей желтые вы ничего с этим сделать не сможете хотя в целом touch отзывчивый олеофобное покрытие прекрасное интерфейс работает довольно шустро но признаю что 2 гигабайт оперативной памяти не всегда хватает если вы собрались открывать тысячу страниц в браузере вот множество приложений то есть сразу же остынет несмотря на то что здесь голый android 2 гигов все равно не хватает нужно хотя бы 3 гигабайта оперативной памяти для более стабильной работы но опять-таки это касается только лишь тех людей кто любит открывать множество страниц и множество приложений одновременно в бенчмарках этот смартфон показывает следующие результаты кстати для тех кто не знает и не смотрел мою распаковку заработать до смартфона отвечает еще древний процессор сны dragon 801 так ребят давайте ка поиграем в танки и посмотрим какое среднее количество кадров в секунду будет показывать этот смартфон и болеет ли он троттингом да и в принципе нагрев предварительно я установил максимальной настройки изображения и вот и начиная игру вот лага я пока что не вижу 38 кадров в секунду 33 кадра в секунду 27 31 я хочу к это бой такой жестокий увидеть и поглядеть будет ли там проседание катись 26 кадров 37 56 но в целом не лагает сейчас мы зумчик сделаем в общем я только что около 20 минут играл в эту игру и что я могу сказать смартфон становится просто нереально горячим то есть он нагревается практически до 50 градусов вероятнее всего если бы корпус этого девайса было полностью из металла то есть мы было цельнометаллическим я бы может быть этого никто не почувствовал поскольку он пластиковый реально до экрана было касаться уже тяжело то есть он очень был горячий то есть просто так вот коснуться можно было но если это делать долго вы будете испытывать дискомфорт короче я недоволен касательно троттлинга его практически нет видимо над охлаждением процессора snapdragon 801 qualcomm практически не работали потому что он горячий да можно сказать производительный для скажем так процессор трехлетней двухлетней давности да но зато с игрой танки этот процессор справляется лучше нежели helio x20 потому что я напомню что в helio x20 бывали проседания даже до 9 кадров в секунду в этом было минимальное проседание до 20 кадров то есть игровым этот смартфон не назовешь но играть в можно но если делать перерывы через каждые минут 10 наверно потому что смартфон сильно нагревается либо как-то и как-то нужно справляться в ситуации печально и так дальше выскажу свое мнение по поводу основной камеры и фронтальные в качестве основной используется модули на 8 мегапикселей в качестве фронтальной на 2 друзья когда я говорил в распаковке что фронтальная камера этого смартфона полный шлак я наверное смотрел только лишь на ту информацию что в качестве фронтальной камеры используется модуль на 2 мегапикселя ребят в реальности ей позавидуют камеры множество современных флагманов и в общем-то сами все поймете что касается основной камеры этого смартфона мы ее сравнивали с камерами в сяоми редми ноут 4 редми 3s так вот основная камера юта фон 2 действительно выигрывает в этом видео я вам покажу парочку фотографий сравнение с основной камерой смартфона meizu mx6 и вы сами сделаете выводы в общем делаем вывод касательно камеры несмотря на то что это флагман 2 годичной давности он фотографирует намного лучше нежели современные бюджетники и практически так же как современные смартфоны среднего класса касательно автономности работы для тех кто не знаком с технической частью этого смартфона я скажу что за его автономность отвечает аккумулятор с емкостью 2500 миллиампер часов в тесте аккумулятора с помощью программы antutu battery test и разрядом на 80 процентов этот смартфон набрал более 7000 баллов и поверьте мне ребята это охранительный результат при непрерывном просмотре видео в youtube и это фон 2 проработал около пяти часов и это также хороший результат реальное использование показывает что емкости аккумулятора этого смартфона хватает на один день конечно же все зависит от того как насколько часто вы будете им пользоваться насколько часто будете играть в игры если вы будете просматривать видео за счет того что здесь amoled дисплей смартфон бы проработать достаточно долго если вы будете играть в игры и так далее то аккумулятор конечно же будет садиться на глазах к приему сигнала вай фай мобильных сетей у меня претензий нет единственный момент который лично меня смутил в этом смартфоне всего-навсего одна сим-карта формата на нато смотрю все привыкли в китайских смартфонах видеть две сим-карты для кого это не критично то есть можете брать я думаю что будете довольны и так давайте-ка выделим плюсы и минусы этого смартфона и после этого уже подведем итоги стоит ли покупать yota phone 2 в конце 2016 года за 125 баксов скажем так к первому плюсу я отнес тот факт что в этом смартфоне два дисплея на своей распаковке рассказывал функционале вот этого и им дисплея ребята действительно крутая тема то есть если вы любите читать вот кита книжки и тогда либо просто с кем-то чатитесь там вайбере или еще где-то и вам особо вообще не нужно там даже красота и так далее просто вот чтобы ваш аккумулятор дольше прожил то сможете пользоваться этим линк экраном это круто ли какие-то шашки либо шахматы играть скажем так когда вы пользуетесь вот этим вспомогательным экранчиком на аккумулятор практически не садится но если конечно же не будет анимации то есть ну вот грубо говоря вот такая вот картинка она вообще не садит аккумулятор этого смартфона ко второму плюсу я отнес фотокамеру лично меня она впечатлила я думал что несмотря на то что это флагман 2 годичной давности его камера будет полный шлак меня на удивило видеокамера меня не особо впечатлила потому что автофокус работает очень долго третий плюс стабильность операционной системы несмотря на то что новинка работает под управлением операционной системы android версия 50 ребят этот смартфон тупить у вас не будет сто процентов я бы еще отнес плюсов производительности на мой взгляд это и плюс и минус до 801 snapdragon справляется со временными играми но не то чтобы совсем без проблем но в принципе справляется но ребят играть невозможно 10 минут и все потом можно так вот положить этот смартфон и больше вы не трогать он реально очень горячий до 50 градусов нагрев это как-то короче вообще не айс не айс чтобы лично меня смутило если бы выбирал между этим смартфоном и допустим сяоми redmi 3s во первых это отсутствие двух сим-картус я пользуюсь двумя сим-картами и в общем то я без них жить уже наверно не могу с одной бандера сошел с ума здесь же только одна сим-карта второй момент мы никогда не увидим на этом смартфоне 6 android 7 android все 5 0 это у нас потолок 3 минус это на экранной кнопке ни в каком смартфоне у меня эта фишка вообще не прет кстати я забыл сказать о звуке и за внешнего динамика и звучание в наушниках звучание в наушниках отличная то есть качество звука шикарная вот но максимального запаса громкости не хватает возможно как-то с помощью инженерного меню это можно исправить но я не заморачивался вот внешний динамик отличный то есть намного конечно же хуже нежели на моем galaxy smh именно с ними сравнивал но тем не менее со сравнивать его с современными скажем так смартфонами среднего класса приблизительно вот такой вот уровень громкости и качество звука в общем за сто двадцать пять баксов аппарат очень даже интересный и я бы действительно задумался купить сяоми redmi 3s meizu m3s или вот этот вот девайс тут уже нужно расставлять приоритеты что для вас важнее так вот свое мнение за счет я прошу высказать в комментариях под этим видео где купить это фон 2 по актуальной цене я укажу в описании в комментариях под этим видео не забывайте пользоваться кэшбэк возвращайте часть денег со своих покупок если вы хотите в дальнейшем видеть подобное видео да и в принципе полный обзор на китайские смартфоны и различные интересные штуки подписывайтесь на наш канал кроме этого я надеюсь что вы поддержите нас лайками интересуетесь китайской электроника и электроника в принципе добавляйтесь наш паблик контакте и заходите на наш сайт andro news.com ну а с вами был как всегда я андрей кофтон специально для android news да пребудет с вами android пока пока